Это первый раз, когда мне приходится записать полноценное видео, чтобы выразить всё, что я думаю об уровне. Обычно мне хватало одного сообщения в Дискорде или пары предложений во время стрима реквестов. Но сейчас у нас особый случай. Это Экстрим Демон, который подарил мне столько эмоций от этого лишь просмотра, сколько ни один другой экстрим даже близко не дал. Это уровень, который по-настоящему уникален, чего опять же уже давно не ждёшь от Экстрим Мега Коллаба. В общем, заваривайте чай с печеньками и сегодня я расскажу всё, что думаю про Лимбо by MindCap. Хочу выразить благодарность Эрме. Без её помощи в записи футажей это видео бы делалось намного дольше и сложнее. Ссылка на её канал в описании. Но помимо её канала я хочу показать ещё кое-что. Black Russia. Это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной России. Тут и всё. Например, реалистичные локации и автомобили, множество развлечений и интересных работ. А самое главное, это всё абсолютно бесплатно. Для лучшего старта я договорился о специальном промокоде для вас, MoFucka, который подарит вам секретный автомобиль и вип-статус на 6 часов. Скорее беги по ссылке в описании и качай Black Russia, всего пару кликов. За последние 2 года в строительстве топ-экстримов образовался тренд делать в первую очередь не качественный уровень, а сложный. Из-за этого мы видим нынешний топ-10. Это уровни без особой задумки, но кроме того, что они суперсложные. И у них декор сделан лишь бы рейтнули. Из всех 10 уровней в топе лишь 2 рейтнуты на фичер. Остальные получили лишь звёзды. Лимба — это глоток свежего воздуха среди этих уровней. Почему? Сейчас разберёмся. Стоит начать даже не с самого уровня, а с трека для него. Музыка в JVD играет огромную роль в восприятии игрока и в том, как уровень будет взаимодействовать с саундтреком. Здесь выбрана музыка Isolation от Nine Hawk 22. В целом, сонг очень сильно вдохновляется старыми работами уже легендарного, не побоюсь этого слова, музыканта Debrane 47. В особенности можно найти параллели с Twilight Techno. Да, Nine Hawk использует тот же стиль со старыми синтезаторами на пресетах CFL Studio, классическим пианино, короткими басами и довольно высоким BPM. Однако, в этом треке есть огромное отличие по сравнению с тем, что делает Dimrain. Это начало и концовка сонга. Там играют амбиент части, что очень сильно добавляет оригинальность треку, а в уровне это использовано просто прекрасно. У этого трека есть ремейк, как я понял, специально созданный для этого уровня. В целом, он звучит качественнее, но мне совершенно не нравится амбиент в нем, поэтому я предпочитаю оригинал из Newgrounds, а тем более его не придется качать непонятно откуда и менять в файлах игры. Limbo даже в плане сложности является довольно необычным. Я говорю не о том, насколько он сложный, а о том, как создается эта сложность. Это полностью Memory Demon, и не просто Memory Demon, а еще и самый сложный на данный момент Memory Demon. Memory Gameplay и влияние Memory Gameplay на сложность уровня очень редко встретишь в современных экстрим-демонах, да и не только в экстрим-демонах, в целом почти никто не делает Memory уровни. Сейчас, если учесть, что Limbo еще не добавили в Demon List, в топ-150 есть всего 10 Memory уровней, и на мой субъективный взгляд, только два демона из них имеют схожую концепцию делать абсолютно весь геймплей меморизированным. Requiem и Super Formerly Level. Оба вышли почти 4 года назад. Это само по себе показывает, насколько это нечастое явление. Однако, сама идея Memory Extreme не означает, что просто выучив, можно будет его легко пройти. После нескольких практик, я для себя понял, что единственная часть, где Лоял действительно легкий, это вот этот кук. Limbo, по оценкам разных игроков, войдет где-то в топ-10. И это тот самый случай, когда настолько сложный демон сделан в первую очередь качественно. Посмотрим на геймплей. Не буду говорить о том, насколько приятно и фаново это играется, этим займутся те, кто действительно собрался это проходить. Однако, я знаю, что для этого уровня участвовало много плейтестеров, так что, скорее всего, с этим там все в порядке. Я лишь буду говорить о креативности геймплейных идей, потому что тут можно много что сказать. Всего геймплейные части я бы разделил на три категории. Первое, это весьма обычные непримечательные геймплейные идеи, которые раньше мы часто видели и в других уровнях. В основном, это обычные лабиринты, которые уже привычны для мемори уровней. Вторая категория, это уже намного более интересные части с своими фишками. Как пример, легко можно отметить часть зефирокса с вращающимся геймплеем, часть лампи с постоянно двигающимися по определенному течению препятствиями и часть джейзера, где геймплей визуально меняется несколько раз в секунду, а на корабле кусочки элементов лояута двигаются по оси Y. Несмотря на то, что эти геймплейные концепции не из ряда вон выходящих, они все равно кажутся весьма интересными. Но есть еще и третья категория, где геймплей настолько уникален, что раньше я подобного нигде не видел, и это заслужит подробного разбора. Всего в этой категории две геймплейных части, это Крымал и Крон 44. Часть Крымала. В чем суть? В этой части геймплей построен на переключении передвижения змеек из блоков с помощью кастомных арбов. Всего есть три режима – движение назад, движение вперед и остановка змейки. Что же это значит? А это значит, что игрок сам на основе своих действий двигает геймплей. Сложность прохождения этой секции не только в запоминании нужных арбов, но и в том, в какое время ты их нажимаешь. Змейки из блоков двигаются с определенным интервалом, и если ты слишком рано, к примеру, начнешь их двигать, то можно и не успеть приземлиться на определенную змейку. Мне даже не нравится не столько задумка, сколько реализация, потому что идея идеей, а реализовать настолько уникальную концепцию крайне сложно. Но у Крымала получилось, и играть этот парт действительно интересно, даже если ты абсолютно понятия не имеешь, какие орбы нажимать и как. Часть Крона 44 – это те самые ключи в конце. Ни для кого не секрет, что это самая интересная часть в уровне, и именно она в основном выделяет лимба на фоне остальных экстримов. Для тех, кто не знает, как она работает, сейчас расскажу. Есть 8 ключей. В начале парта показывают нужный, подсвечивая его зеленым. Во время всей части эти ключи перемешиваются разными случайными движениями ровно 26 раз. После этого нужно выбрать тот самый нужный ключ, и когда он подсветится, отпустить кнопку. Естественно, на каждой попытке нужный ключ случайный. Как взять нужный ключ? Просто следить за ним. Как проходить волну в это время? Вслепую, это же Memory Demon. Фокус должен быть именно на ключах, так как нет никакого способа выбить нужный тебе ключ. Чистый рандом. После взятия ключа, кстати, не сразу понятно, правильно ли ты взял или нет. Это можно узнать только через 5 секунд, когда куб падает на шипы. Если ключ был правильным, то шипы тебя не убивают. В противном случае вы знаете, что произойдет. Это уникальнейшая геймплейная часть, и она меня по-настоящему удивила, а это крайне редко бывает, учитывая, что я 7 лет играю в эту игру. Теперь же о визуалах. Они тут не прямо сногсшибательные, но это и не требуется, чтобы быть отличным уровнем. Роль декорации в Limbo заключается в том, чтобы запутать игрока. И это прекрасно работает, при том, что уровень в целом красивый. Limbo своими визуалами пытается нас отсылать в атмосферу более ранних версий игры, в тот период, когда мемори уровней были наиболее популярными. А вот это уже не так прекрасно работает. Я говорю о проблеме абсолютного большинства мегаколабов, и Limbo не стал исключением. Это неоднородность в стиле и качестве частей. И если качество Limbo не сильно колеблется, креаторы сильно постарались, то в однородности стиля уже есть заметные проблемы. Самый лучший пример – парт джейзера. Почти все части уровня используют стандартные привычные всем блоки, не выходя за рамки стиля. Но тут внезапно появляется парт джейзера, который меняет стандартную обводку объектов на неоновую и добавляет сильно выраженный кастомный фон. Вы, скорее всего, согласитесь, что это сразу становится непривычно на фоне остальных частей. Что же насчет части с ключами, которые декорировал Майндкап? Она полностью меняет палитру уровня с синих и фиолетовых оттенков на красные цвета. Но здесь это уже оправдано. Во-первых, к этому изменению есть гениальная подводка в виде этого перехода. Да и в целом, парты к концу все больше и больше приближались к красным оттенкам, оставаясь все еще верны общему стилю уровня. Во-вторых, это последняя часть уровня и по совместительству последняя часть трека, где все начинает более тревожно и быстро играть. Из этих двух факторов часть не кажется отделенной от остального уровня, но добавляет ему разнообразие, что довольно важно в длинных уровнях. Ну и раз уж мы говорим о последней части, то хочу подметить очень интересную деталь. В самом конце этой части, когда уже надо зажать, нам показывают мини-арты всех частей уровня в хронологическом порядке. Казалось бы, простая мелкая деталь, но лично мне это сильно понравилось. Да, я рассказал о проблеме, которая присуща в основном мегаколабам. Отзначает ли это, что Лимба стал хуже из-за того, что это мегаколаб? Конечно же нет. Более того, вся уникальность уровня и количество очень крутых идей в уровне, это заслуга того, что над ним работало очень много креативных людей, которые реально хотели создать что-то интересное, а не просто очередной сложный уровень. Если обычно уровни, построенные в одиночку, выглядят более интересными и концептуально однородными, когда как мегаколабы имеют одни и те же проблемы, а иногда огромные разрывы в стилистике, то Лимба это совершенно другой случай. Это не просто мегаколаб, это по-настоящему восхитительный уровень, и, как я уже ранее говорил, глоток свежего воздуха среди всех топ-экстримов, что выходили последнюю пару лет. Буду рад прочитать ваши мысли в комментариях, до связи.